Прослабление – путь к спасению. Иисус отдал свою жизнь ради каждого из нас. И Он заплатил своей жизнью для того, чтобы наша жизнь имела смысл вечности и сегодня на земле, для того, чтобы открыть нам путь к небу. Поэтому наша молитва прослабления – это молитва встречи с тем, который нас освещает, изменяет нашу жизнь. И фундамент молитвы прослабления – это момент, когда мы отдаем все, что есть в нашей жизни Богу. Кроме того, молитва прослабления – это место, где мы спрашиваем Бога о Его воле на нашу жизнь, потому что у Него есть самый лучший маршрут для нашей жизни. И просим мудрости о том, чтобы выполнять Его волю. Например, в Иакова 1.5 мы читаем, «И если у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся Ему». Или, например, в другом месте, в Иакова 1.17 «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный, не сходит свыше от Отца Святого, у которого нет изменения и ни тени перемен». Или Визакиля 36.26.33 «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вожу внутрь вас, дух мой, сделаю то, что будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». То есть, когда мы приходим на молитву прославления, мы становимся на Божий фундамент и начинаем жить в том слове, в той воле Бога, которая ведет нас к спасению. То есть, которая открывает ворота неба, чтобы мы имели вечную жизнь, и также, чтобы сегодня делали то, что лучше для нас. Потому что Бог, когда создал нас, Он знает, что есть самое лучшее для меня в сегодняшнее время. Так что в этот воскресный день приглашаю всех нас прославить Бога и поблагодарить за эту жизнь, которую дал, и доверить свою жизнь.